И на старте, наконец, наша Вида Винцене. Олимпийская чемпионка на 10 километров полна решимости отстоять свое звание здесь, в Лахте, на чемпионате мира. Мария Матикайнин. Винцене. 7 секунд, даже чуть побольше проигрывает Шамшуриной. Немножко разбросана руками, работает по сторонам. Да, обычно бывает, что Винцене стремится к финишу быстрее, чем на первой план-десанции. Вот стартует Раиса Петровна Сметанина. Всего две спортсменки, из числа участниц Раиса Сметанина и Мария Лис-Кервисниеми. Нет, чуть-чуть проигрывает. Видите, как активно болеют шпинки и болельщики. Чуть поменьше трех секунд. Вот теперь все будет решаться на финише, как она его пройдет. А вот Юллер летает уже крутой подъем. Думается, что борьба за награды на этой дистанции развернется прежде всего между нашими спортсменками, конечно, мы оптимистичны. Между норвежскими лыжницами и, конечно, вмешаются в спорт за награды хозяев. В старте у нас в стране в Бакуряне на чемпионате СССР Раиса выиграла эту дистанцию. Это была, в общем-то, первая ее победа в этом сезоне. Хотелось бы, чтобы было хорошее продолжение именно здесь, на чемпионате мира. Пока она идет четвертой на этом отрезке. Но секунда совсем рядом. Все решит финиш. Вот итальянка Десента. Энергично довольно идет на подъеме. Она хоть немножко, видимо, проиграет, но не так много. Хорошо слаженно довольно идет на под 19 секунд. Карл итальянка. Это уже много проигрывает. Сейчас посмотрим. Но Кельмо идет не очень хорошо. Почти минуту проигрывает на пятом километре. Но это здесь только по 20-ти прошедшим участницам. Даже немножко, чуть-чуть температура будет пониже. Мне кажется, низковато она идет. Волнуется, конечно, первый старт на чемпионате мира. Так она немножко чуть разбросана. Но темп старается держать высокий. Да, но думается, борьба разгорится. А вот идет Мята. И довольно идет прилично. Второй половине дистанции. И вот справа в уголке мы видим готовиться к старту Мария Лиза Кирвисниеми. У нее удачная сегодня позиция. Она стартует под 55-м. Второй, третий проходит. Нет, шестой уже Мята. Седьмой. Кирка Мята. Бронзовый призер Олимпийских игр 1984 года в эстафете. И вида Винцене мы видим на отрезке 5 километров. Легко бежит на подъеме. Видно, что энергии у нее еще много. Да, не зря говорят. 13 секунд она выигрывает у Матикайнин. Родные стены помогают. 11 лет назад здесь финские спортсминки. Хелена Такола и Хилка Рихивори. В общем-то, были просто неудержимые. На пятом километре Сметанина проигрывает 19,8 секунды Кирвисниеми. Мы видим там и Девинцене в финишвировании. Да, финишвиды. Но ей не удается повторить свой успех в прошлогоднем Галгаре. Пока третья строчка. Свинские болельщики в ожидании. Финиш и Матикайнин, конечно, да. В этом году к этому чемпионату Мария Матикайнин готовилась самостоятельно. Не с национальной сборной Финляндии. Мы видим, что... Она выступала не во всех этапах Кубка мира. И именно подготовку она проводила дома. Непосредственно к чемпионату мира. Она не стартовала в контрольных соревнованиях, не участвовала в чемпионате Финляндии. Ну, разрыв большой, конечно, от Шамшуриной. Много выигрывает. Да, финиш у нее традиционно сильный. Много выигрывает. Субтитры создавал DimaTorzok на табло вы хорошо видите пока 1 мотиканин но видимо кирю с ними может вмешаться в борьбу золотую медаль она идет по трассе лучше и мы сейчас ждем финиш раиса сметаниной вот она уже на стадионе здесь где-то 20 секунд остается метров 130 140 до финиша кодочки видимо прямо плывает у нее по сравнению с мотиканин последние метры раисы последние метры нет немножко не хватает она только вышла на поворот последний прямая да наверно еще и проиграется юрий немножко проигрывает 30 26 и 7 третий результат ну и теперь конечно все ждут финиша кирвиснееме вот я сейчас все решают последние последние секунды темп у нее достаточно высокий чаще найдет отодвинула юлию шамшурину выиграла протеканием брат он уже не может обыграть наших спортсменок она уже не проиграла а вот дальше там на финише лена идет почти не разбиваясь лена идет на финише 5 лиза а вот и кирвиснееме она идет много выигрывает ей до финиша остается 200 небольшим метров да на этом отрезке никто не показывал 28 минут почти такой же большой успех у кирвиснееме как был восемьдесят четвертом году на олимпийских играх только здесь она еще больше выигрывает у соперниц чуть не минуту чуть чуть поменьше 29 19